Почти повсеместная проблема этого лета – перебои с водоснабжением. Хотя для жителей села Сурхахи она актуальна круглый год. Отсутствие собственного резервуара лишает сельчан живительной влаги по каждому капризу погоды. С этим и рядом других вопросов обратился председатель общественного совета Магомед Аушев. У нас в селе нет резервуара для воды. Только отключается свет, сразу прекращается водоснабжение. И на юго-восточной части нам нужно скважину. Одну скважину и резервуары. Потому что сразу вместе с этим вопрос о надежности электролиний. У нас только отключается, только капля дождя пройдет, или ветер сразу свет отключается. Потому что линии старые, вообще пора бы переходить на кабели. Один накопитель и одну скважину, по-моему, там проблемы решили. Решила бы. Да, ясно. В принципе, в Далаково то же самое. И была бы большая экономия энергии. И надряд, считай, работает в общей выбранной миссии. Да. Он говорит, и никаких проблем, только дайте это указание, надо будет работать. Ясно. Уже второй год, как к новостройкам в Далаково, не подведен газопровод. Самостоятельные подключения жителей за незаконностью газовики не раз отрезали. И вновь жильцы квартир лишаются голубого топлива. С этим вопросом и обратился к властям Батыр Гелесханов. Газопровод. Он стоит каптильмички. Газопровод получает. Ах, ушибах, возможности. На сегодняшний день незаконное подключение отключает революция. Ах, ушибах, хорошо. Также жители этого села волнует и вопрос безопасности на дорогах. За последнее время, по словам Салмана Манкиева, по улице Кульбужева участились несчастные случаи. У трассы нет тротуара. Дети доходят. Интенсивное движение утром и вечером детей. Да и всех людей на этом участке. Там нет тротуара. По улице Кульбужева есть решение, предусмотренное строительство тротуара. Но только не в текущем году, а в следующем году. Среди обратившихся и люди, которые занимаются крестьянско-фермерским хозяйством. Фермеры просят властей помочь в реализации продукции, обязав местный молочный комбинат закупать товар у них. Это, в свою очередь, поспособствует созданию новых рабочих мест. Надо конкретно закрепить одного фермера, чтобы он организовал закуп молока у населения. Чтобы каждая женщина могла у себя дома производить молоко и сдавать его. Чтобы она знала, что утром она уносит два ведра, чтобы она возьмет 300, 400, 500 тысяч рублей. Это реальный доход будет для любой семьи. И люди заинтересуются. Обязать этого фермера, чтобы он обеспечивал кормами и дойными аппаратами. Представители власти вот уже два дня проводят прием граждан во всех районах республики. В преддверии диалога с народом выслушивают обращения жителей, стараясь решить вопросы в оперативном порядке. Основная тематика вопросов касалась, конечно же, сферы жилищно-коммунального хозяйства и безработица, обеспечения населения рабочими местами. Среди вопросов, заданных сегодня, можно особо выделить, отметить, наверное, это вопросы газа и водоснабжения, и вопросы по созданию, был интересный такой вопрос, предложение по созданию рабочих мест для жителей массовых комиссий. Жители были выслушены, вопросы были выслушены, они переданы для рассмотрения в приемную главу и правительство республики Ингушетия и будут рассмотрены в период чердом порядке, буквально, я думаю, что в течение недели по ним будут результаты. Те же, кто по каким-либо причинам не смог попасть на прием сегодня, сможет задать свой вопрос главе республики в прямом эфире национального канала. Ева Ужахова, Магомед Урусханов, Новости 24.